Привет, мои дорогие эннелперы! Я рад вас видеть в очередном выпуске на моем канале. Этот выпуск будет не совсем простой. Это запись моего прямого эфира из инстаграма, где я пригласил свою клиентку, того человека, который долгое время со мной проработал. Ее зовут Маша Князева. Она работала со мной в личной терапии около полугода и получила, на мой взгляд, прекраснейшие результаты. В записи этого эфира она будет рассказывать, с чем она пришла, как мы работали. Она будет рассказывать в большей степени обо мне. Ну и во многом она будет рассказывать о себе. А ситуация у нее была, поверьте, не очень простая. У нее был развод. Она не понимала, кто она и что она, что она хочет. У нее были сложные отношения с родителями. В общем, там огромный такой клубок всевозможных проблем у нее был. И мы, да, постепенно этот клубок распутывали. И, на мой взгляд, получилось очень даже хорошо в плане результатов. Да и она внешне очень сильно преобразилась. И о чем я хочу тебя еще попросить, мой дорогой НЛпер. Совсем скоро, 5 сентября, я буду проводить закрытый онлайн практикум по техникам работы с созависимостями. Я буду рассказывать, как формируются созависимые отношения. Созависимые отношения это такие отношения, в которых тебе одновременно и плохо, и одновременно ты не можешь эти отношения прекратить. Ты зависим от другого человека. Ты зависим от настроения этого человека. Ты зависим от его обвинений. В общем, ты не владеешь собой, но одновременно все понимаешь головой. В этих отношениях тебе тяжело оставаться. И тебе нужно бы эти отношения прекратить, но ты их не прекращаешь. Вот это об этом. На практикуме я буду демонстрировать аж целых 4 варианта исполнения техники от сушка. Там есть свои нюансы. В общем, приглашаю тебя, если тебе интересна эта тема. Созависимые отношения, они бывают не только в романтических отношениях. Созависимые отношения бывают и в деловой среде, где люди постоянно собачатся, но вроде как делают одно дело. И такого очень много. Перейди на страничку нашего практикума. Если тебе эта тема интересна, он очень доступный. Стоимость минимальная. Просто ради того, чтобы ценность была осознаваема. Один вечер проведем с тобой вместе. Будем разбираться в отношениях. Будешь смотреть, как я работаю с этими запросами. Будешь хорошо понимать, как выходить из подобного рода взаимоотношений. А теперь я приглашаю тебя к просмотру ролика с Машей. Это тоже получился очень интересный прямой эфир. Поехали. Добрый вечер всем, дорогие мои. Добрый, добрый вечер. Ну что, друзья, будем начинать. И мы предупреждаем сразу, мы не готовились. У меня есть три пункта, которые я выписал. Первый пункт – это сколько было сессий у Маши. Второй пункт – сколько было месяцев. И когда было начало, когда был конец. Вот все, что у меня выписано. Все остальное мы будем в текущем формате. И вообще, я немного расскажу для своих зрителей. Маша тебе пишет, чтобы ты не волновалась, потому что ты прекрасна. Спасибо. Кто такая Маша? Маша – мой в этом году топ-клиент. Объясню почему. Не потому, что она больше всех сессий взяла. Есть еще и другие персонажи, которые побольше брали. Но суть не в этом. Суть в том, что Маша – один из немногих людей. Вот я вам сейчас объясню, почему именно я Машей восхищаюсь. Я очень много работаю индивидуально с людьми. И я уже давно… Кто психолог, меня поймет. Я уже давно перестал давать домашние задания людям. Почему? Потому что их никто нифига не делает. Или если там даешь какое-то домашнее задание, оно должно быть супер минимальным. А Маша оказалась одним из тех людей, которые прям вот берет и делает. Она пришла на первую сессию, такая – здравствуйте, Юрий. Помнишь, Маша? Здравствуйте. Потом что-то в ней случилось, она такая говорит – а можно на ты? И все, и все стало получаться прям очень хорошо. Так вот, я хочу сказать всем, что как бы вы ни занимались с тренером, с коучем, смотрите видеоролики, мои, чужие, любые другие, Машины, сторис смотрите. Маша тоже много чего рассказывает и упражнений дает. Если вы эти упражнения делать не будете, то результатов не будет. А у Маши хорошие результаты именно потому, что… Ну, я считаю, здесь есть две причины. Первая причина – это то, что тебя допекли, довели до ручки. Ну, или ты сама себя допекла. А вторая причина – это то, что ты реально делала. Вот ты хотела получать результат, и ты это делала. И я проводил прямой эфир про отношения. И о тебе упомянул. И мои зрители начали просить – пригласи, пожалуйста, Машу, пусть она расскажет, пусть она поделится. И вот, собственно говоря, я тебя и пригласил. Так что, Маша, сегодня ты будешь много говорить, много рассказывать, много делиться. А я тебе буду задавать, наверное, вопрос. Так будет проще. Хорошо? Да, давай. Давай, супер. Давай. И тогда первый вопрос. Ну, звучит так. А почему ты вообще решила обратиться за помощью к психологу? Слушай, ну, потому что я понимаю, что я просто сама не вывожу. И там писали вот в комментах еще этот вопрос тоже, что стало таким, наверное, финальной точкой в поход к терапию. У меня это не первый опыт работы с психологом, и не последний. Это изменяю Юрия с другим человеком. Но, то есть, вот в тот момент, когда я пошла к Юре, то есть для меня был финал, и я поймала себя на очередном круге. А тут можно матом ругаться в этом эфире? Ты знаешь, наверное, нежелательно. Ага, хорошо. Я поймала тебя на очередном круге звездеца, на котором как бы я снова и снова оказалась в ситуации, когда, как мне казалось, я все нечестно, все несправедливо, почему мир ко мне так относится, и почему люди ко мне так относятся, определенный человек ко мне так относится, и вообще, типа, как это произошло. И я вообще, ну, пошла с этим разбираться, чтобы вот эту злость свою к другому человеку куда-то деть и прекратить череду одинаковых событий, которые каждый раз ранили меня и приносили мне ущерб все больше, больше и больше. То есть я ощутила физически, эмоционально, ну, у меня была такая сильная эмоциональная боль, Юлечка, привет, я ее ощутила физически, и после этого я поняла, что я просто больше так не могу, потому что как бы, ну, я сейчас могу много тут еще рассказать, я уже там это прокачанный человек. Короче, на тот момент я просто знала, что я больше так не могу. И вот я пошла к Юре, и Юра реально классно рассказала про задания, у меня были офигенные задания, и я делала все. Не все, не все, не все. Ну, подожди, ладно, одно, не все, последнее. По токашку помнишь задание? Да. Давай это самое, кто досидит до конца, мы расскажем это задание на самом деле. Давай не будем, давай не будем. Почему? Ну, пожалуй, давай не будем. Это отвратительное задание, я надеюсь, что его никому никогда не придется делать. Смысл этого задания на самом деле в том, что ты его не будешь делать. Ну, ты понимаешь, ну, понятно, что ты его не сделал, я бы удивился, если бы ты его сделала. Ну, ладно, суть не в этом. Давай мы в конце расскажем, я расскажу про это задание, и это как раз таки будет в тему нашего эфира. Хорошо. Я хочу тебе уточняющий вопрос задать. Вот ты сейчас рассказываешь про то, что ты ходишь по кругу и много раз попадаешь в одну и ту же ситуацию. Да. Как ты до этого дошла? Как ты это заметила? Ну, вот потому что, на самом деле, я заметила, потому что я уже до этого много занималась собой, ну, грубо говоря, там, ходила к другому психологу до этого. Ну, мне там, я понимаю, что мне этот подход просто не подходит, и я там через год терапию закончила. Ну, или, может, он подходил, мне хрен его знает, короче. В общем, и я просто... Ну, слушай, у меня это было очевидно. Когда у тебя каждый раз происходит одно и то же, каждый раз просто, ну, типа, повторяющаяся ситуация, да, какой-нибудь абстрактный пример тут возьмем, допустим, ну, или давай мой пример возьмем, ничего абстрактного. У меня была ситуация в отношениях, что со мной, ну, как мне тогда казалось, да, плохо поступил любимый человек, и вообще, как бы, ну, типа, почему он так поступает, это повторяется уже который раз. И, то есть, я... Это просто уже было невозможно отрицать. Ну, типа, это настолько какая-то сюр-ситуация, что я, ну, как бы... У меня была такая фраза в голове, что ничего не может поменяться, если ты каждый раз делаешь одинаково. И я поняла, что я, видимо, просто делаю что-то не то, либо со мной что-то, ну, типа, со мной что-то не так, потому что, блин, ну, оно не может повторяться каждый раз, какая-то херня. Ну, когда... Ну, когда... Ну, я просто сидела и думала, ну, типа, мне... Ну, сколько мне это было? 37-36... В общем, я такая думаю, типа, вот, мне уже там 36 лет. И, ну, когда я уже вот это буду дышать в полной груди, смотреть на мир счастливыми глазами, я такая буду вся довольна, и все мое настроение не будет зависеть ни от каких обстоятельств. То есть, ну, как бы... У меня вот было такое в голове, и я вот на всем этом нарративе пошла к Юре. Слушай, еще очень важный аспект хотела бы с тобой обсудить. От чего ты отталкивалась, когда выбирала психолога? Угу. Да. У меня вот это очень интересный момент, потому что... Ну, я просто поделюсь, почему мне это важно. У меня есть люди, которые приходят ко мне в работу по рекомендации, а есть люди, которые каким-то образом чудесным сами меня находят. Не знаю, там, в Ютубе, в Инстаграме, еще где-то. И я заметил, что те люди, которые пришли сами, которые вот сами каким-то образом нашли, они как-то больше включены в работу, чем те, которые по рекомендации. Ну, у меня есть для этого тоже объяснение, но я хочу, чтобы ты объяснила, а как ты выбирала именно психолога себе? Да, смотри, я хотела... Во-первых, у меня была задача, я бы, то есть, поняла, что проблема во мне, я как бы осознала это, наверное, что проблема во мне. И проблема не в людях, не в человеке, во мне. То есть, мне надо что-то, блядь, с собой делать, наконец-то делать что-то с собой. И я, у меня тогда была, ну, есть до сих пор моя знакомая, она говорит, слушай, посмотри, вот у меня есть там ребята типа я на Ютубе смотрю, они занимаются типа НЛП, параллельно там еще они как бы психологи. И она мне скинула несколько ребят. И я всех посмотрела, посмотрела кучу твоих видосов и поняла, что как бы, ну, скорее всего, у нас получится какой-то коннект и можно попробовать вообще. То есть, у меня не было рекомендации прямой, она не ходила ни к тебе, ни к ним, просто она говорит, кажется, что тебе может такой подход еще подойти. И почему я так выбирала? Потому что у меня была проблема с прошлым психологом. Ну, моя проблема, это не проблема психолога. Каждая моя сессия была только про то, что я чувствую. Никаких объяснений, никаких разговоров. И меня психолог спрашивал, а как ты хочешь, чтобы сессия прошла? Тебе комфортнее было, чтобы я молчала или чтобы я говорила? Ну, тут ругаться нельзя. Я просто бы ответила, что я вообще в душе не шарю, как я хочу. Мне плохо, блин. Или она меня спрашивала, что ты чувствуешь? Блин, из чего выбирать, что я чувствую? Я не знаю. Мне плохо. Вот что я чувствую. Я не знаю, из чего выбирать. Дайте список. Я галочкой отмечу. Маша, что ты сейчас чувствуешь, когда ты об этом рассказываешь? Давай об этом поговорим. Я кроме тебя. И я в этом, когда пошла к Юре, я понимала, что человек будет давать мне определенные инструменты и будет объяснять, как устроены мои паттерны и механизмы в моей голове. Ну и вообще, как мир-то вокруг устроен. В принципе, реальность. Не вот эта вот иллюзорная ширма, которую ты себе нарисовала, что ты в белом, а все остальные в коричневом. Да, вот реальность происходящего. И я, когда посмотрела кучу видео, я просто поняла, что человек даст мне инструментарий. Потому что я человек инструмента. Это не то, что мне нужны инструкции. Мне по жизни не нужны инструкции. Гарантий никаких нигде быть не может. Я к тому, что... Это ты так сейчас говоришь, так уверен? А, гарантий никаких нигде быть не может. Ну, конечно, слушай, да даже в ипотеке не может быть гарантии. Там, блин, банк рухнул, у тебя договор все херак. Короче, к тому, что мне очень важно было, чтобы меня не спрашивали 25 сессий подряд, что я чувствую. А мне предложили какие-то реально действия, как я могу себе помочь с помощью специалиста. То есть у меня была колоссальная разница между предыдущим опытом и вторым опытом, который меня сделала той, которая есть сейчас. Потому что, мне кажется, нужно рассказать еще тоже вначале, что я пришла к Юре абсолютно человеком с пустотами. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вот есть целостный человек, а я была вот такая. У меня были пустоты, которые мне хотелось заполнить кем-то. Ну, типа, вот каким-то человеком. Вот мы вот так вот соединимся, и вот тогда мы будем как бы в счастье и в коннекте. И тогда я буду целостной. А ушла я от Юры вот такой. То есть я ушла целостным человеком, взрослым, который осознает уровни своей ответственности, уровни ответственности других людей. И имеет здравую возможность посмотреть реальности в глаза. что может быть, а чего, в принципе, быть не может. Вот. Спасибо, я закончила. Там что-то пишут нам. А вы потом... Ребят, спасибо за ваши комментарии. Я там вижу, вы и про НЛП вопросы задаете, и делитесь опытом. Спасибо, что делитесь. Хочу продолжить. Хорошо. Я просто хочу тоже, ребят, ну, пояснить, что у каждого психолога своя методика. Кто-то будет долго вас опускать головой в ваше детство, в какие-то травмы. У меня немножко другой подход, в силу того, что я адепт НЛП, и моя задача найти структуру проблемы, то есть найти, почему так происходит, и потом вместе уже с клиентом, в данном случае с Машей, найти из ее реальных возможностей, а как она может это менять. То есть да, мы много времени тратили на разбор какого-то паттерна. И даже вот у нас с тобой во время сессии было такое, что мы возвращались к одной и той же ситуации, ну, то есть она повторялась. То есть для нас это, ну, для меня это значит, что мы недоисследовали. То есть мы чего-то про эту ситуацию еще не поняли, и мы дальше начинаем набрасывать инструменты. Я хочу, чтобы люди тоже понимали, что там был вопрос, НЛП это про эзотерику, это вообще не про эзотерику. НЛП это про психологию, только это еще и про структуру. Это постараться разобраться, а как это у меня внутри работает, и какие я могу подобрать инструменты для того, чтобы это изменить. Вот в чем заключается, ну, в смысле, чем отличается НЛП консультирование, допустим, там, от гештальта. Мне кажется, это гештальтерапевт уходил, который тебя спрашивает. Я была в гештальте. Да, да, я была в гештальте. Гештальтисты, я вас очень люблю, вы все классные. Просто не все, не надо каждую сессию спрашивать, что ты чувствуешь. Через раз надо спрашивать. Я, честно, мы, Маша, с тобой провели 25 сессий, и, наверное, только 23 раза тебя спросил, как ты себя чувствуешь. А все остальные не спросили. Ты спрашивала меня каждый раз, что я чувствую, но просто разница была в том, что потом мы разбирали, в общем-то, эти мои паттерны, поведенческие реакции, как вообще, почему это так устроено, и как это реально можно изменить. Вот это для меня было, ну, таким, очень подходящей историей, что я могла двигаться. Потому что, когда меня просто спрашивали, что я чувствую, и ничего не давали, никакой системы координат, ну, это как с подругой встретиться, выпить чайку и разойтись. Только я денег еще за это платила. Но у меня есть бесплатная дружба, и я потом понимаю, что можно ныть бесплатно и платить за это. Так, круто. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, что было и что стало? Как ты это видишь? Что у тебя в жизни было? И мы с тобой, ну, немало проработали. У меня прямо записано. С 19 декабря по 17 августа у нас с тобой было, ну, почти каждую неделю. Там буквально две недели, может быть, ну, два раза мы пропустили, а все остальное вот неделя в неделю. Как ты чувствуешь? Вот смотри, на последней сессии, даже не на последней, ты последнюю сессию завалила. Ты собиралась прийти, потом не пришла, написала. Ну, так получилось, да. И ты же поняла, что вот все, хватит. Да. Да. И это тоже важно, чтобы человек уже, ну, вот что для меня прям очень важно, чтобы человек оброс инструментами своими, то есть, и мог уже сам себе помогать. И вот это прям очень важно. Я ждал от тебя, когда ты уже скажешь, Юр, ну, все классно уже, все. Уже ничего у меня не происходит, я уже все, жить пойду. Это самое. И вот в чем заключается вопрос. Что у тебя было, ну, если ты можешь как-то метафорически или в двух словах описать, какое у тебя было состояние, чего тебе хотелось, допустим, или чего тебе не хотелось. И что стало? Слушай, у меня, наверное, самая большая разница в голове, в рамках того, что вот когда я пришла 19 декабря, ну, вот фотографию, которую вы видели в анонсе, это вот мое состояние в декабре, это было интересно, так скажем, давайте так назовем. И вот то состояние, это женщина, которая очень хочет на ручки. Вот по-другому его никак не объяснить. Возьмите мне на ручки, купите мне платьишко, я хочу, чтобы вы мне заботились, вот в доме починить я ничего не могу, я же девочка, как бы с интернетом разобраться не могу, я же девочка, в документах я ничего не понимаю, я же девочка, как бы о девочке они что делают? А девочки они только наполняются энергией и отдают эту энергию мужчине, чтобы он стал ресурсным и потом взял тебя на ручки. Вот если уложить... То есть было бы еще добавить, что дышат маточкой. Обязательно. Это каждый день с утра и вечером и спрашивают свою матку, что она чувствует. Короче, в общем, это реально было вот такое состояние, и если это описать в каком-то эмоционально-чувственном контексте, то это огромный комок обиды на всех вокруг, начиная от конкретного человека и заканчивая всем миром. Все несправедливо. Просто все несправедливо. И вот это был декабрь. И у меня декабрь был связан с тем, что у меня вот в доме есть лестница на второй этаж, и я просто... Эта лестница плача у меня была. Каждый день я сидела на этой лестнице и рыдала. Вот реально я просто плакала. Мне так, пожалуйста, написали, Марк Бартон учит дышать маткой. Марк Бартон рассказывает, что это не матка, богина женщины вспоминает, что ей мужчина, и потом полгода перестраивается под другой. Поэтому я думаю, что не стоит верить ему, что говорит Марк Бартон. И так, в общем, у меня была лестница плача. Это, кстати, реально есть видео в интернете. У меня была лестница плача, и я... И мне казалось, что я с ней вообще никуда не сдвигаюсь. То есть у меня там была третья ступень, она до сих пор есть. И я на ней сидела, и я просто даже не могла подняться наверх. То есть у меня было вот такое состояние, что я физически ощущала вот эту несправедливость какую-то мира, что я ничего не могу изменить. Это просто обстоятельства такие. Это мне не повезло. Это как бы вот... Я же так стараюсь. Я же такая как бы курочка, красоточка. Ну, ты как? Прямо молодец, типа, туда-сюда. И... То есть вот это было декабрьское состояние. И когда я закончила с Юрой сессию... Слушай, давай, чтобы зрителям еще было более понятно. Ты вот когда сидела, плакала на лестнице, когда ты хотела на ручки, а что ты еще хотела? Вот какие у тебя были желания, кроме эмоциональных, ну, если ты можешь... Я хотела, я хотела, чтобы кто-нибудь пришел и спас меня и взял меня в счастливые отношения, сразу женился желательно на мне, потому что как бы официально же нужно, ну, там что вы хотите, чтобы у меня были классные, здоровые отношения. Ну, да, я тогда так не формулировала. Чтобы у меня были отношения. Просто были отношения. Чтобы в моем бизнесе появился какой-то человек, который... А, нет, этот же человек должен был прийти еще в мой бизнес и разрулить там все мои вопросы, которые как бы у меня были под весом. И еще в идеале, чтобы этот же мужчина одаривал меня цветами, подарками, возил в отпуск, а я была только ресурсной женщиной. А что я хотела? И чтобы я наконец-то перестала чувствовать себя несчастной, мне очень нужен был кто-то, вот кто-то рядом. И это такое странное ощущение. Ну, там не сейчас странно, тогда мне не было странно, тогда я просто думала, что типа вот оно решение всех моих проблем, вот оно решение всех моих проблем, о, Миша, привет, что как бы появится какой-то человек, и вот этот человек меня спасет от всех несчастья. Как знаете, вот в сказках, у нас же как бы наша душа говорит на языке сказок. В сказках как? Они поженились и жили долго и счастливо. Как они там жили? Сколько долго? Какое у них счастье было? Это умалчивается. Но как бы вот, и вот мне очень хотелось вот этого вот долгого и счастья. Поженились долго и счастья. Вот если конкретно, это про это. Принца. Принца хотелось. Принца. Был человек, который вот все за тебя разрешил. Принца еще, в принципе, с кучей критериев, которые обязательно закроют кучу моих потребностей. Вот там много всего было. Потребность внимания, в заботе, там во власти, во всем, короче. Мне надо было попробовать. И, получается, ты плакала, потому что его нет. Ты его призывала, наверное. А знаешь, как диснейские принцессы, у меня тут какая-то херня слеталась. Не птички, а голубенькие. Ну да, да, тип того, короче. Я вот это вот... И это... Слышите, вот это мы сейчас ржем, но тогда мне все это казалось какой-то неизбежностью, что вся моя жизнь это просто какая-то череда несчастье, что у меня сбывается только плохое. Вот я так и знала, что так и будет. Вот это моя фраза была. Вот это с вами был фраз. Так и знала, что так будет. Но это же я. Типичное я, типа. Ой, только со мной такое и случается. Вот, короче, вот эта вся дичь, она реально плотно сидела в моей голове и аккумулировалась в энергию жертвы, которая плачет на лестнице и такая, ну ладно, схожу к MLP-тренеру, пусть научит меня, как наказать этого мудака, который меня обидел. Я сейчас познаю секретные техники, ну и может из круга еще выйду заодно. Вот, в общем, мотивация, если честно, совсем говорите, она была вот такой. Да, и здесь, на самом деле, вот многие люди считают, что MLP-тренера это какой-то инструмент, который позволяет манипулировать сознанием или бессознательным другого человека. Он заставит этого человека сделать то, что мне нужно и не делать то, что мне не нужно. В общем, иметь власть над другим человеком. Многие люди за этим приходят на консультацию к тренеру MLP, за этим приходят учиться MLP. И, конечно, можно заучить какие-то фразочки, можно заучить какие-то словечки, но проблема в том, что когда нету стержня, когда ты не проработал вот свою основу, у тебя эти все твои фразочки, они как бы звучат очень неестественно, ну, не по-настоящему, неконгруентно мы используем такое слово. И спасибо тебе, Маша, что ты за это признаешь, ну, в этом сейчас, ну, как бы, не думаешь, ты сейчас в процессе рассказывания, ты как будто понимаешь это. И это круто. Но, а когда мы начали с тобой работать, мы с тобой начали работать про тебя, да? Да, и вот в том состоянии там вот этот запрос, вот если мы как бы внимательно слушали, там же вообще ничего про меня нет. Там все про калфорт, там ничего нет про меня. То есть меня не существовало, грубо говоря. И да, мы начали с тобой работать про меня, и Юра в первой же сессии вернул мне мою ответственность, я немножко офигела. Такая, типа, здравствуйте, а то у меня должна быть еще ответственность? Я же просто призываю принца, какая ответственность? это его ответственность? Я вообще еще... Я сейчас поясню, я вспомнил эту тему. Ты тоже слышишь? Сейчас, тогда мне тему начну. Я сейчас, ребятам, поясню. Обычно, когда ко мне человек записывается на консультацию, я спрашиваю, а с чем вы хотите поработать? И Маша мне написала там сообщение, оно такое было прям, ну, нормально, если так, на один экран в Телеграме точно, на один экран точно. И там, короче, она писала, вот, там есть такой человек, и это все случилось по его инициативе, и по его вине, и все такое. И, ну, я не буду сейчас деталях пересказывать, но смысл в том, что, ребят, на первой же сессии мы с Машей договорились, во-первых, на ты, да, а во-вторых, я всегда на первой сессии спрашиваю, тебе пожестче или побыстрее, или понежнее и помедленнее, ну, каждому свое. Маша сказала, мне, пожалуйста, пожестче и побыстрее, ну, видно, что ее уже достало это все. И я просто, ну, ей разобрал ее, вот это сообщение. Мы, на самом деле, это сообщение храним, для того, чтобы мы несколько раз к этому сообщению возвращались во время нашей совместной работы. И я Маше говорю, слушай, говорю, а вот как вот может быть вот так, что человек что-то с тобой сделал чисто по своей инициативе? И Маша такая сидит, ну как, ну обычно, он взял это и сделал со мной. А потом, я говорю, ну, слушай, говорю, а давай вот я сейчас попробую с тобой вот это сделать, у меня это получится? Маша такая сидит, нет. Я говорю, а в чем разница? говорю, инициатива у меня есть. И она такая посидела, такая подумала. Я, если честно, думал, ты после этого пропадешь. Я думал, что ты сольешься. Но Маша, вот она сумела, ну она сама попросила пожестче, и она сумела вот эту жесткость перенести, вывести. Вот это ты смогла. И это круто. Хорошо. Не было никакой ответственности. А к чему ты в итоге пришла? Мы же там с тобой много вопросов, кстати, прорабатывали. Да, дофига. Ну, во-первых, я сепарировалась от родителей, что очень важно. Юра был такой блок, то есть у меня кардинально изменились отношения с мамой и папой. И ты знаешь, такое тоже, когда, я говорю, сепарировалась от родителей, все по-разному мы же понимаем. То есть я не живу с родителями, у меня не было никогда отношений из серии, что типа там по первому зову я к ним еду. Нет. Но у меня, например, мама всегда очень тревожилась, если я долго ей не отвечаю. И там как же там у меня есть дочь, ей 9 лет, а как же там ребенок мой, это ее внучка, а вдруг я там что-то ей неправильно приготовлю. Ну, то есть какие-то такие вот, знаете, есть такая причинение заботы. И у нас вот это абсолютно все поменялось. То есть у меня поменялись полностью отношения с папой и с мамой. То есть это два разных было формата отношений. И, например, я маме могу сейчас не отвечать, типа 2, 3, 2, и мама знает, что главную новость она никогда не пропустит, если что. Ну, что-то, если что-то произошло, я позвоню или кто-то ей там позвонит. То есть я спокойно теперь там наш канал переписки типа 3-4 часа, а не как раньше, там, в секунду, если я там не ответила, все, мама начинает тревога, она начинает мне звонить, что-то вообще... Ну, слушай, там даже подробности, ну, если можно, да, там же у мамы случались и приступы всякие, когда ты там долго могла... Да, да, так плохо, и там плохо было. И ты же, капец как, боялась этого, что... Ну, когда я тебе первый раз предложил, говорю, слушай, ты попробуй ответить маме не сразу, а, допустим, через 2-3 часа. Она же в больницу попадет сразу. Да. Это как на уровне установок. А представляете, вот взрослому человеку, Маше, я не помню, сколько тебе лет, по-моему, столько же, сколько мне, 37, да? Мне 38. Уже 38? Да. А ты старше меня на пару месяцев. Ну, ладно. Получается, яйца курицу учат. Хочешь ты что? Так вот, представьте, как взрослому человеку, у которого свой есть ребенок, еще нужно трястись трястись по поводу каждого звонка маме. Ну, Маше там надо делами своими заниматься, бизнесом, не знаю, отношения свои строить. А мама звонит, и Маше нужно всегда все бросить, чтобы у мамы все было хорошо, чтобы маме не случился приступ, инфаркт. Я Маше тогда, ну, просто предложил, ну, объяснил, конечно, и работал с убеждениями, что если ты не сделаешь так, как ты привыкла делать, то ничего не произойдет. На что мне Маша сказала, ну, хорошо, если я ей не буду отвечать, она начнет трезвонить моей дочке. Тогда мы договорились, что мы еще и дочку научим не отвечать бабушке, когда нет времени. Дочка, по-моему, быстрее, чем ты даже научилась как-то. Ну, наверное, не помню уже. По-моему, как-то ей легче все удалось. Ну, и благодаря этому такой результат. Да, ну, я могу еще просто добавить, запроса же не было у тебя на сепарацию от родителей. И не было запроса как такового что-то в отношениях с родителями менять. Но был другой глобальный запрос выйти из паттерна, выйти из повторяющегося поведения. И чтобы, ребят, чтобы вы понимали, мы не ходили там в какое-то детство искать, почему так случилось. И вот этот эффект, который Маша достигла, потому что ее коммуникация улучшилась, потому что она лучше себя стала просто понимать. Ну, если очень по-простому, Маше нужно было, чтобы кто-то со стороны сказал, что, слушай, вот у тебя есть своя жизнь, и тебе не нужно каждый раз снимать трубку и бежать к маме, если она тебе звонит. И вот это вот то, чего не хватало. То есть у нас даже сессий каких-то конкретных, по-моему, на эту тему и не было. Но эффект хороший. Эффект хороший. Потому что это же теперь распространяется не только на маму и папу, а в принципе на тех людей, которых мы считаем значимыми. Это не обязательно будет мама и папа. Это может быть человек, не знаю, статусный какой-нибудь, предприниматель какой-то. Это тоже не значит, что надо вот бежать. А вот раньше ты бы бежала. Так, хорошо. И к чему пришла ты дальше? Ну-ка, расскажи. В отношении с родителями или вообще? Вообще. Ну, вообще, как бы мы сферу прорабатывали много вопросов. У меня шел, и мне до сих пор идет бракоразводный процесс. И я в этом бракоразводном процессе, как мать Терезы, решила свой бизнес оставить своему бывшему супругу. Лишь бы он дал мне развод. И отпустил меня, и вообще просто вся эта дичь закончилась. И Юра меня плавно подвел к тому, что... Так, подожди, подожди. Давай вот, я известно, что тебя перебиваю. Давай. Я сейчас, ребят, просто объясню. Чего хотела Маша? Маша была готова отдать все имущество и бизнес, вообще все отдать, лишь бы получить штамп о разбоде в паспорте. Вот настолько было ей нелегко в отношениях. И самое интересное, что она была искренна в этих намерениях. Она была готова вот просто все отдать. Она была готова остаться с голой задницей и с ребенком. Я не знаю, какой там был план, конечно. Может, там к родителям. План Капкан. Но факт в том, что намерения были очень серьезные. Намерения были вот просто все отдать. На что я Маше, ну, как бы, сказал, говорю, слушай, а давай, мы не будем все отдавать, а вот все, что ты можешь из этих отношений материальное забрать, все, что тебе по закону положено, там, квартира, дом, бизнес, просто все это забирай себе. Потому что, если ты отдашь все, ну, это принцип очень важный, если ты отдашь все, ну, на этом никто не остановится. К тебе будут приходить и постоянно дальше требовать и требовать и требовать. И Маша с этим столкнулась. Да. Если можешь, расскажи, как это было. Ну, слушай, у нас вот здесь очень вкратце, то есть я осуществила этот план. Я отдала мужу свой бизнес на два месяца и за два месяца он умудрился его угробить, когда мне просто позвонили сотрудники и сказали, Маша, либо мы уходим, либо как бы, ну, давай что-то решать, потому что творится полный, вообще, полный капец. И в итоге просто началось, что и бизнеса мало, и давай ты еще деньги мне будешь платить, и дом, почему, когда ты останешься, типа у меня таунхаус, как ты останешься в таунхаусе, а я что, типа, ты мне просто двухкомнатную квартиру купишь. И, то есть, это все было, ну, вот очень прям много всяких манипуляций, условий каких-то, в общем, вот такой всякой истории. И при всем при этом, это мой бизнес, который открыт на мои деньги, поднят мной и делается до сих пор мной. дом куплен, где 80%, это мои деньги. То есть, как бы, там, машина купилась я сама. И, то есть, ну, это вся такая история, когда с тебя просто требовали, ну, с меня просто требовали еще больше, больше, больше. И, ну, как-то вот мне удалось, и Юре удалось в ходе работы, нам, вот в нашей вот этой работе, переломить мой паттерн. То есть, у меня была такая история, что, чтобы не быть плохой, что люди-то подумают, что я, как бы, мужика-то с голой жопой оставила, вот такая меркантильная тварь, все у него отобрала. Ну, камон, гайз, да, я меркантильная, окей, мне судьбу. Ой, ты сейчас такая смелая, такая, знаешь. А тогда я просто сидела и такая, типа, Юра, ну как, ну как же, ну он же не заработает, ну он же там вот всю жизнь, там, вот он же мне там где-то там помогал полку прибить, там еще что-то. И вот это вот... Слушай, расскажи ей эту историю, этот самый. Смотрите, как Маша думала раньше. Это сейчас она говорит, да, я меркантильная, все такое. Знаете, как она раньше думала? Она раньше думала так, что если у меня барахлит машина, то я могу позвонить к мужу бывшему. Он по-быстрому приедет и с ней разберется. А за это я ему отдам все, что у меня есть и буду еще комиссию платить пожизненную. А, она еще была договоренность, что он как бы, ну то есть, да, что я всю жизнь плачу ему 200 тысяч рублей в месяц. Ни приносит. И со всех... А ты не знал сумму, да? И со всех остальных своих бизнесов тоже ему буду платить процент, который я открываю, потому что как бы он же прожил со мной 12 лет, и я как бы, ну как? Вот, нифига себе, алименты ты ему, это самое... Смотрите, на что было Маше согласна. Она была готова вообще все отдать и еще и за это приплачивать. А знаете почему? А потому что это самое, Маша жизнь человеку испортила. Она его затащила в этот брак, забеременела от него, родила ребенка. Именно. Да. А он все делал, пока она была беременна. 12 лет. Она 12 лет была беременна. И 12 лет сидела в декрете. А потом она та самая... Ну, решила, что хватит. И все. И решила ему как бы платить теперь дань за испорченную жизнь. Вот как она тогда думала. Да, и мне вообще было жутко страшно разделить имущество через суд. То есть мне очень хотелось с ним договориться. Это просто были какие-то... Ну, я не знаю, столько часов разговоров потрачено, что... И я все искренне не понимала, почему он не соглашается. А ему все мало было, мало и мало. То есть все какие-то новые условия. То какой-то он там поехал, сделал оценку дома. Мы вроде договорились, какую сумму я ему выплачу, что я куплю ему эту квартиру там двухкомнатную. Значит, и потом он... Присылает мне, значит, оценку, что он, значит, вызвал какого-то оценщика. Без меня приехал, он не попал на территорию, но все там снаружи, типа, снял. Это вообще-то какая-то просто... Это я сейчас вот так смотрю и думаю, вот... Ой, нельзя... Вот плохой человек. А тогда... Я просто... А тогда я просто... Каждый раз открывала эти сообщения, меня трясло от них. И я не понимала, как я буду ему это выплачивать. У меня же нет сейчас столько денег. Мы же вроде договорились, а нужно еще денег. А где я их возьму? И то есть это реально вот этот вот... Ну, вот эта установка в голове, что я испортила человеку жизнь. Я почему-то была ответственна, ментально за его какие-то бездействия. Потому что бездействие – что же действие? Вообще за него, за его выборы. Ну... И тогда это очень плотно сидело. И, конечно, вот это то, что мы проработали, это пушка-бомба. То есть сейчас мы разводимся через суд, делим мущество через суд. Все мои разговоры с бывшим супругом только из роли родителей. И вот у нас тут был... Это сейчас, у нас реально эксклюзив-контент. Просто мои подписчики будут смотреть записи потом, и это офигеть. У меня же этот раздел имущества сейчас. То есть эта разница падает. И на раздел имущества мы моего бывшего супруга с адвокатом не приглашали, потому что с ними общается адвокат. Но он приехал, и я, значит, увидела эту машину у него. Значит, выхожу и говорю, значит, я имею полное право по закону, а он мне говорит, ты меня пустишь? Я ему говорю, по закону я тебя не пускаю, потому что я проживаю в этом доме с несовершеннолетним ребенком, и чужого мужчину, который мне как бы никем не приходится, я имею полное право не пустить. Он мне говорит, ну что ты, он ему отзываешь, ну и что мне делать? То есть я говорю, ты можешь вызвать полицию, наряд полиции, мы составим с тобой этот акт, почему я тебя не пускаю, в соответствии с законом, ну дальше там как бы с юристом будете разбираться. И дальше начинается вот эта вот история бросания чего-то в тебя, когда он ждет, что я брошу что-то в ответ ему. Когда он мне начинает говорить, что, что ты меня хочешь вывести на эмоции, ты что, типа, это что ты меня не пускаешь, как бы ты чему цель ты вообще этим всем преследуешь? И я просто говорю, я имею полное право тебя не пускать. Все. То есть, и это вообще меня никак не трогает, но человек что-то там пытается эмоционировать, ну пусть эмоционирует. В суде все решат, кому что положено. Документы все есть. Вот. А я хочу коллеге объяснить, что произошло с Машей, что она стала такая смелая. А ты сама понимаешь, что осталось? Слушай, вот как мне кажется, что внутри меня появился внутренний стержень, и мне абсолютно не нужна никакая доказательная база извне, что со мной все ок, и мои решения правильные, потому что это мои решения. Да, а я это объясняю чуть-чуть по-другому, что мы с тобой убрали, удалили, перетрансформировали. У тебя желание быть хорошей, быть хорошенькой, хорошей. Я, конечно, другое слово бы использовал на букву «П». Я знаю. Да. Прикольно. Быть прикольной. Быть прикольной. И вот это очень важно, что когда ты избавляешься от желания быть хорошеньким, быть... Ну, давайте будем использовать слово «хорошеньким». Тогда и появляется вот этот внутренний стержень. Тебе уже не важно, как ты выглядишь, тебе уже не важно, что о тебе подумают, ты просто знаешь свою правду и, ну, насколько возможно, адекватно и объективно оцениваешь ситуацию. Маш, я слежу за эфиром. Ребят, спасибо за то, что вы пишете. Ну, на секунду такая, организационная. Тут пишут, что тема эфира «Огонь». Мы потом обязательно зачитаем все, что вы пишете. Вы можете писать дальше. Да, пишите, пожалуйста, интересно ли вам вот эти подробности. Конечно, интересно. Конечно, интересно. Вы можете в моменте про подробности задавать вопросы. Что еще хочу вас попросить? Вы можете нажать на самолетик, поделиться этим прямым эфиром, чтобы этот эфир увидело как можно больше людей, потому что он действительно, на мой взгляд, очень ценный и полезный. И ценность, она всегда находится в моменте. Можно, конечно, смотреть в записи, но когда ты находишься в моменте, ну, формируется какое-то вот, я хоть и не про эзотерику, но я понимаю, что даже если ты просто смотришь в моменте и даже если ты вопросы не задаешь, оно все равно как-то, как будто люди чувствуют и отвечают на твои вопросы. Да. Поэтому поставьте огонечков этому эфиру, сердечек, нажмите на самолетик, поделитесь со своими друзьями и близкими, а мы с Машей продолжим. Маш, ну еще полчасика где-то, да? Больше не будем. Надеюсь. Хорошо. Мы остановились на том, что ты перестала быть хорошенькой. Да, перестала. Пошли, сердечки. Спасибо, друзья. Так, и Маша, спасибо тебе за то, что делишься. На самом деле очень важно. Хорошо. Перестала ты быть хорошенькой. С мамой и с папой разобралась. Перестала быть хорошенькой. Что происходило дальше? У меня поменялось в какой-то момент отношения с ребенком. То есть у меня было такое ощущение, вот это, наверное, опять же все из-за того, что я перестала быть хорошей, что я получила возможность просто быть собой, вообще просто быть, неважно какой. И у меня до этого отношения, у меня всегда были хорошие отношения с дочерью, но я очень уставала. То есть я целый день с ней проводила, и энергетически в конце дня я просто смотрела, и такая, господи, целый день с ребенком, типа, там, тяжело. А после того, как мы это убрали, то есть мои отношения с дочерью, они стали еще более честными, еще более искренними, и я вообще перестала уставать. Ну, там, ну, чего у нее там, не хочет она есть. Ну, ладно, как захочет, скажет. То есть я перестала постоянно пытаться быть хорошей мамой, накормить по графику, обязательно там, типа, 7 дней в неделю мы должны 24 на 7 провести время вместе, иначе если там люди скажут, а вдруг она у тебя там что, на выходной бабушке ушла? О, ты плохая мать, линчевать эту женщину, все. Ну, типа, да вот. То есть у меня вот эта вся гересь просто ушла. И Юра мне дал такую классную штуку, он рассказывал мне, что дети как бы помнят вот эти вот фрагментарные воспоминания из детства, когда какие-то яркие, то есть вот, типа, ребенок будет помнить, как вы там вместе куда-то поехали, вы там провели время, там, вот это вот все. И я реально начала формировать эти, еще больше формировать эти воспоминания у дочери, и это очень сильно мне помогло. И второе, когда у меня была тоже такая штука, что вот пара, которая разводится, многие сталкиваются с такой историей, что, типа, защитить второго, ну, женщина защищает бывшего мужа, он же все равно отец, и начинаются какие-то оправдания, типа, папа тебе не позвонил, потому что, ну, папа, наверное, занят. Или уходит в другую крайность, ну, типа того, там, козел вообще, там, всякое такое. И вот у меня была первая история, я постоянно его оправдывала, что он мало общается у меня с ребенком вообще, то есть, как бы, и я всегда, когда она меня спрашивала, типа, папа, ну, там, не звонит, не пишет, и я говорила, типа, ну, Милан, он, наверное, там работает, у него там дела. А вообще, как бы, потом я выяснила, что вообще лучше так не делать, а лучше возвращать ему его ответственность. И говорит, Милан, когда ты соберешься в следующий раз, ты спроси у него, пожалуйста, почему он тебе не пишет, и, как бы, вообще, как там дела-то обстоят. И у нас там вот такие много всяких было историй, когда у нас были манипуляции, в том числе со стороны бывшего супруга к ребенку, когда он высказывал какое-то мнение ей про меня, если я приехала там тебя забрать, а мама твоя даже со мной не провела время, я вот ей даже там купил конфеты, а она не забрала. И это, как бы, часть этой истории, в принципе, придумана. И, то есть, в моей предыдущей модели поведения я бы начала оправдываться, говорить, Милан, ну, я не знала, ну, да, папа такой молодец, смотри, там даже конфеты привез, там, вот, все равно, твой папа. А я, в общем, что он действует иначе, я ей говорила, Милан, ну, ты спроси у него, почему он не подарил конфеты, если у него была такая возможность. Ты ему задай этот вопрос, как бы, когда там, если он поднимет тему, ты у него спроси. И ребенок один раз так и сделал. У нас случилась вот такая история, и что она, в общем, история была такая. Мой бывший супруг купил Миланю электросамокат. Юр, ты не знаешь, что эта история тоже была после окончания. Да, давай, Юр. Электросамокат. Ну, то есть, помним, да, историю, что, как бы, там, деньги, это ключевое вообще, там, все, да, но электросамокат он успел купить. И, значит, Милана попросила его покормить, потому что она хотела есть. И на что он ей ответил, ну, слушай, тут все дорого, я тебе уже самокат купил. Как бы, еды уже не будет, товарищ. Все. И дальше началась такая история, что, типа, это мама вот там у тебя, это я там бедно живу, это вот мама у тебя такая там богатая, вот она там в доме вы остались, а я вот такой, типа, ну, ты вот там, вот, значит, про маму. И Милана ему, как бы, на это говорит, что, типа, пап, ну мы же сейчас с тобой, при чем здесь мама? Если ты хочешь что-то у мамы спросить, ты у нее спроси сам, мы-то с тобой друг про друга общаемся. И он, конечно, не нашел ей, что на это ответить, но ребенок уже, как бы, научный, как на манипуляции такие реагируют. Потому что вот это вовлечение ребенка во взаимоотношения, которые ее, в принципе, не касаются, это, ну, вообще, как бы, это классно. И вот я Юре просто суперблагодарна за этот инсайт, перестройку, как бы, моего мозга в том, что не надо врать ребенку, возвращая ответственность тому, чья я. И это тоже вот очень сильно трансформировало меня и мое мышление. Вот это про отношения с ребенком. Маш, спасибо, что делишься. Большинство замалчивает и маскирует отношения, пытаясь выглядеть красивыми. Юлечка, спасибо тебе. Я и так красивая. Какая вещь. Но спасибо тебе большое. Так, что еще сказать. Самое главное, у меня ушло ожидание принца. Я и есть принц во всех смыслах вообще, как бы. И принц. Ну, это, знаешь, метафорически. Потому что мне не надо больше сидеть на лестнице, плакать, призывать, чтобы кто-то купил мне плачешко, подарил, прислал цветочки и всякое такое. Во-первых, если я хочу цветочки, я могу сама себе их купить. Во-вторых, если я хочу цветочки от кого-то конкретного, я могу попросить, у меня для этого рот, как минимум. И это тоже окей. И у меня вот спустя вот эти сессии полностью ушло, я пытаюсь как-то описать, вот это состояние своей неполноценности без отношений. Ну, такой прям глубокой неполноценности. То есть, когда мне казалось, что без отношений жизнь черно-белая. Если нет отношений, зачем мне ехать, например, ну, дать какое-то такое, я люблю там Москву, например, Нижний люблю, то есть, зачем мне ехать в Москву на выставку? Мне даже эмоции не с кем разделить. Ну, типа, вот появится у меня мужчина, и я ему весь, весь спектр своих знаний, как провести время, выдам, короче. Вот мы начнем классно проводить время. Ну, типа, как же так вот, вот я пойду куда-то там, на выходные, допустим, куда-то поеду, одна. Ну, типа, все парами, а я одна. И как же вообще, и люди-то на меня будут смотреть, думать, вот, дева-то старая одна ходит, а вот мы-то тут голубки счастливые. Ну, это такая вот дурь, какая-то была в голове, она, в общем, вся полностью ушла, и уж вот это, я это формулирую так, что у меня нет нужды в отношениях. Это не то, что я их не хочу, это разное, не про это. Нет жгучей, потребности закрыть кем-то дыры, потому что, Я ждал, пока ты скажешь это слово. Да. Вот закрыть эти дыры, потому что я их больше не чувствую. Ну, потому что ты их закрыла. Да. Да. Я поясню. На самом деле, вот те люди, которые очень прям вот спешат в отношения, которые приходят, я хочу отношения, я, наконец, хочу отношения, или я хочу отношения именно с этим человеком, там, и все такое. Тут как раз-таки речь о том, что у всех у нас есть какие-то травмы, я их называю дырки, да. Дырки можно метафорически представлять, как Маша вначале описывала, что вот я была вот такая вот, дырявая, да, а сейчас я чувствую себя вот такой вот целый. И вот это как раз-таки про это, потому что мы очень часто несёмся, летим, бежим, либо вступаем, как в одну интересную субтанцию, в отношения для того, чтобы, не для того, чтобы, а с надеждой, что вот эти наши дырки, хочу на ручки, хочу, чтобы за меня кто-то там кран поремонтировал, хочу, если девушка, да, если мужчина, хочу, чтобы вместо меня кто-то там поутюжил рубашку или сделал покушать. Вот это вот всё, это же не про любовь. Это про то, что я хочу, чтобы кто-то затыкал мои дыры и закрывал мои потребности. Ну, это, да? Это парабельская вообще позиция. Да, это очень интересная позиция, но многие люди из этой позиции как раз-таки и живут. Да. Друзья, надо взрослеть. И я хотел бы с тобой, знаешь, сейчас, Маша, такой вот вопрос затронуть. Некоторые люди, особенно девушки, вот боятся, вот ты сейчас находишься в таком состоянии баланса самой с собой и ты хорошо зарабатываешь, ты, ну, финансово независимая, ты красивая. То есть, ну смотри, у тебя всё, что тебе надо, есть. Если тебе надо деньги, они у тебя есть. Ребёнок у тебя тоже есть, тебе даже рожать уже не надо. Да. Функции твои выполнять. Секс ты получить можешь в любой момент и сколько угодно. Да. И это самое. Смотри, а тут прикол такой, что многие девушки, женщины, да и не только женщины, боятся. А зачем же тогда вообще отношения? А зачем же мне вообще... Вот если я это всё могу сама себе дать, ну там, ну ты всё себе можешь реально сама себе дать. А зачем вообще отношения? Ты нашла для себя ответ на этот вопрос? Я нашла ответ на этот вопрос. Я в такой сейчас... В таком вот состоянии, в котором я нахожусь, я достаточно в нём уже... Ну ладно, уж мне прям... Ну короче, я уже в нём достаточно. Единственная причина, почему я захочу в отношения, что мне с человеком хорошо. Мне... И даже если он не удовлетворяет мои потребности, это неважно. Мне вообще как бы... То есть... Мне не надо... Мне нужен мужчина, чтобы он там, не знаю, там кран не чинил, там ремонт делал. А ты такая смелая, да? Вот ты сейчас так говоришь. Нет, серьёзно, потому что у меня есть Никита, которому я могу позвонить, который приедет за 3000 рублей, там его ребята, они всё починят. Ну то есть, конечно же, слушайте, вот тема прям отношений, мне кажется, такой большой блок вообще, вот как это, ну как бы там, видение этого всего. Но мой единственный критерий моей психики и моей физики с этим человеком хорошо. Я могу быть собой. Я не чувствую тревоги этих бабочек в животе. Мне окей. То есть, вот это единственное. И даже если ты не удовлетворяешь мои потребности, я всё равно тебя люблю. Я злюсь на твои действия, но не на тебя. То есть, это вот, вот я в такой концепции сейчас. Это мои, вот мой критерий. И, конечно же, ты сейчас, и тут может прилететь такой вопрос, типа, Маша, вот тебе тут бомжок, хорошо, что ты будешь с ним в отношения, чтобы вступать. Да, нет. Ну, естественно, это не про это, да? Это, ну, конечно, там мы строим своё окружение, а ещё окружение у меня сегодня не поменялось. Мы строим своё окружение, сходя из тех людей, с кем нам интересно. Да, мне должно быть с человеком хорошо, интересно, я чувствую себя собой, моя психика и физика не страдают. Это ок. Вот это ок. Потому что, слушайте, у меня такой, есть пример, он не мой, он, это пример моей, в общем, давайте, это не мой пример, но мне он очень нравится. Мне как-то один человек написал, я хочу отношения хотя бы ради того, чтобы мне сумки из магазина помогли донести. Это такое дерьмо. И, слушайте, я, вот я тогда, то есть я была в таком состоянии, я тогда так сильно поддерживала человека, я такая, да, конечно, так устала, типа, вот мне не надо сумки из магазина носить, ну, правда, не надо, как бы, хочешь донести, давай, если как бы нет, я доставку закажу, он на этом вкус, он приезжает, вообще нормально, курьера можно попросить, салаем через рот, он тебе прямо до квартиры донесёт. Ну, то есть у меня нет потребности в закрытии потребностей, потому что мне с собой окей, и единственная причина, почему я начну отношения, попробую отношения, я себя чувствую, то есть я с собой хорошо, и вот мне очень хочется ещё одну тему тут вернуть, что просто люди, ну, как-то мою философию, вот я фразу «я люблю тебя», понимаю как три разных составляющих, есть я, и она первая, это есть я, я целостная личность, я люблю себя, мне с собой окей, и даже если тебя не будет, в моей жизни, ну, мне будет грустно, печально, но ничего не поменяется, то есть моя жизнь в этот момент, она не закончится, потому что тебя. Дальше есть «я люблю», люблю, да, фраза «я люблю», я люблю себя с тобой, мне с тобой лучше, чем без тебя, но и если тебя не будет, мне тоже окей. И есть фраза «тебя», я люблю тебя, я тебя вижу, во всех смыслах вижу, все твои стороны, светлые, теневые, я тебя вижу, я тебя принимаю, и я тебя, я люблю тебя. И вот в моем случае, только в этих трех составляющих есть здоровое понимание любви. И оно настолько сейчас укоренилось в моем мозгу, что, ну, знаете, за мной, вот давайте тут откроем, я тоже в этом блоге никогда не раскрывала, за мной ухаживают мужчины, и я четко... Вот это секрет, Маша, ну, это секрет, конечно. Ну, я просто не оставлю эту тему, понимаешь, в моем случае, и я очень четко чекаю историю, когда человек идет ко мне за потребностями. Ну, типа, давай, я тебе пришлю вот такой вот букет цветов, ну, там, что там, давай, или я там тебе что-то починю, например, хочешь, там тебе, не знаю, там, что-нибудь в тачке, аудиосистему обновлю. Ну, чувак, come on, ну, типа, себе обнови, там, что тебе нужно, там, смысл, бачок обнови себе. Ну, то есть, понимаешь, это вот ведь не... Вот, то есть я хочу, чтобы быть правильно здесь услышанной, это не про надменность, это про то, что мне партнер по потребностям уже не подходит, потому что слово «я люблю тебя» я понимаю только таким образом. Вот, я снова закончила большую часть спичек. Ребята, напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, откликается ли вообще, близко ли вам, вот то, что я говорю сейчас в рамках того, что такое «я люблю тебя», вот это понимание любви и отношений по потребностям, отношений, когда... Для меня это отношения, когда вы в рост идете вместе, когда в рост идете хорошо, и вы вместе растете, и являетесь свидетелями счастья друг друга в жизни. Так, хорошо, Маша, а я нашим зрителям поясню, что Маша, когда занялась собой, когда она занялась своей самооценкой, когда она научилась себя защищать, когда она перестала стараться быть хорошенькой. Вот нам пишут, что мы грубо как-то объясняем. Писка-то грубо как-то объясняется. Да. Ну, бывает. И... Это очень честно. Поверьте мне, что... А жизнь, она не из цветочков состоит. И даже в отношениях. Я могу рассказать секрет счастливых отношений. Да. Да. Ага. Просто перестаньте трахать друг другу мозг. Всё. И у вас отношения будут идеальные. Помогайте друг другу в том, что вы можете помочь. Не помогайте в том, что вы не можете. И не трахайте друг другу мозг. И... И всё. И тогда не будет никаких проблем. Но к этому тоже нужно приходить через взросление и через ценность себя. То есть, когда мне хорошо с собой и мне хорошо с тобой. Если моя супруга пошла с девчонками на девичник, сказала, что придёт в час, а пришла в 6 утра пьяная, ничего страшного. Я спрошу, слушайте, воды налить или просто налью? Вот вода... Да вообще ничего страшного. Нет. Ну, и мне в этот момент с часа ночи до 6 утра мне было хорошо с собой. Я просто спал. И это окей. И... То же самое с её стороны. Да, я сейчас немного про свои отношения рассказываю. Если я уехал там, не знаю, на два дня в лес там с ребятами, с мотоциклами, ну... но не важно. Ей... Она может хорошо себя развлечь, она не будет мне названивать, она не будет чекать мою геолокацию, где я с какими там шлюхами, где-нибудь тусуюсь. Вот она не будет этим заниматься, потому что она может себя развлечь. Ей не нужно. А вот те люди, которые не могут себя развлечь, которые считают другого человека частью себя... Вот, кстати, друзья, у меня будет минутка рекламы. Будет 5 сентября, можете по ссылке в шапке профиля найти, практику по сути по зависимостям, где я детально рассказываю, вот как выйти из этого вот дурацкого страдания, перестать контролировать, перестать считать человека своей собственностью. Ну, это отдельная тема. Я просто сейчас поясняю, что вот ключевая идея... Маша сказала, я люблю тебя, я сначала люблю себя, потом люблю все остальное, и потом еще вижу тебя, ну, то есть я не запомнил, но идея мне нравится. Я рассказываю со своей точки зрения, что да, счастливые отношения бывают при одном условии, когда мы помогаем друг другу расти и не трахаем друг другу мозг. Все. И дальше можно двигаться прекрасно вперед. У нас написали вопросик... Давай. Написали вопросик... Юрий, ответили ли вы на вопросы, которые были выше? Давайте... Давай, Маша, я сейчас посмотрю. Давай. Ребята, пока можете... Пускай Маша горлышко тоже отдохнет, она много сегодня рассказывает. Вы можете написать свое мнение в комментариях, можете задать вопросы. Еще какое-то время пообщаемся, пока я смотрю. нам тут пишут, как быть, это понимают единицы, где искать родные души. Маша, если у тебя есть ответ, ответь. Вообще, я не верю, что нужно искать, что прям вот идти искать, ну типа вот с плакатом, хотя можно попробовать. Слушай, я вот здесь немножко эзотерично в этом плане, немножко, немножко эзотерично в этом плане. Я просто считаю, что если ты любовь, то любовь в твоей жизни обязательно будет. И занимайтесь собой. Потому что, и вот мое мнение такое, когда ты искренне живешь, проживаешь свою жизнь, это важно слово, свою, ты увлечен своим делом, ты увлечен собой, ты влюблен в себя в хорошем смысле, не в эгоистичном. То есть не нужно воспринимать то, что я сейчас говорю, как эгоизм, потому что тогда вы из жертвы переходите в агрессор просто и всех шлете в одно место, да? А когда вы действительно вы горите жизнью, вы горите своим делом, вы горите, ну там сидите с детьми, вам прям клево с ними, вам классно с собой, вы расширяете окружение, новые впечатления. Блин, неизбежно, что вы встретите свою родную душу. Неизбежно. Вы просто притянете тех людей, которые должны быть у вас в поле. Вот я верю в такое. И я по такой модели иду. Так, Маш, я сейчас тоже свое мнение на этот счет выскажу. Единственное, чтобы не быть должным, был вопрос, был вопрос, в НЛП есть эзотерика или нет? Сейчас я зачитаю. В НЛП нет эзотерики, верно? В НЛП нет эзотерики. В НЛП это вообще не про эзотерику, не про энергию, это все достаточно твердая история. Сейчас, я постараюсь, запись будет? Да, запись будет, я надеюсь, если Инстаграм нас не кинет с записью, запись будет. Да, теория потрясающая, я полностью увлечена. В НЛП я нахожусь сейчас примерно на стадии осознанной некомпетентности, но иду вперед. Очень здорово. Так, у меня религиозная семья, но я не верю в это и одновременно не понимаю, почему в моей жизни неудачи. А мне говорят, что это испытание от Бога и так далее. Вот смотрите, попробуйте взять ответственность на себя за все свои... Вот смотрите, вот даже ваше сообщение такое, я не понимаю, почему в моей жизни неудачи. В НЛП есть такая базовая пресуппозиция, которая звучит так, что нет побед и поражений, есть просто обратная связь. И все, что с нами происходит, это просто обратная связь. Я шел сегодня по улице, и мне кто-то дал в морду, да, к примеру. И это не неудача, и это и не успех. Это просто факт. Человек шел пьяный, я ему не понравился, или наоборот понравился, он решил мне дать в морду. И здесь не нужно придавать этому какой-то мистицизм. Я что... Ну, другое дело, могла быть еще какая-то ситуация, он шел, а я ему говорил, слушай, ну ты мудак, да, я его спровоцировал, и он мне дал в морду. И это тоже не хорошо и не плохо, и это тоже не неприятность, это просто тоже обратная связь. Потом мы задаем себе вопрос, а чему я научился в этой ситуации? Ага, если видишь пьяного, здорового человека, который в два раза больше тебя, лучше, наверное, обойти его стороной, да, или если ты его спровоцировал, то, наверное, лучше его не провоцировать. И к вашим неудачам вам нужно относиться не как к неудачам, а как к тому, что это просто обратная связь. Мы не можем отвечать, ну, в жизни вот случается все, каждый день вот все разное, как неудачи, так и удачи. Но вопрос лишь только в том, как вы это называете. И про религиозную семью, ну, что я вам могу сказать? Понимаете, религию уже тоже человек по-разному использует. Я знаю очень много разных религиозных людей, которые благодаря религии своей, ну, получают какие-то хорошие, выдающиеся результаты, и семьи у них прекрасные, и в бизнесе у них дела в гору идут. Но бывает же, люди используют религию как оправдание своего бездействия. Да? Ну, тебе не везет, ну, это Бог тебе такую судьбу прописал. Вот это вообще капец. Вот когда вы таким образом религию используете, то это, это очень плохо работает. Я вам по секрету скажу, у меня на курсе NLP есть священник. Никто не знает, кто он. Ну, он мне рассказал, что он священник. Но те, кто учится, ребята, никто не знает. И он периодически мне рассказывает, как он, к нему там на исповедь люди приходят, и он, понимая базовые пресупозиции NLP, понимая, как там действует гипноз, как действуют, ну, всевозможные модели, речевые конструкции, как человеку помочь правильное убеждение сформировать. И он мне периодически, ну, рассказывает, как он это увидел, и как ему удалось помочь человеку, вот, прямо во время исповеди. Поэтому здесь вопрос в том, что, как мы это для себя интерпретируем, как мы это себе называем, если вы будете это называть неудачами, карой небесной, или чем-нибудь еще, или тем, что, знаете, еще как могут. Понимаете, вот, я не хочу никого обижать, но среди религиозных людей очень много людей неосознанных, ну, к сожалению, это так, которые просто заучивают догмы какие-то и пытаются им следовать, но внутри, как говорится, стержня нет. Это можно сравнить, ну, на самом деле, с тренингами по пикапу, да, вот, молодые парни, хотя с девчонками знакомятся, и это самое, фразочки заучивают, модные, как девушку там, типа, зацепить, а встречаются на поле с девушкой, и они эту фразу сказать не могут, потому что стержня внутреннего нет. Да, фразу ты заучил, стихотворение ты выучил, но рассказать ты его не можешь, потому что у тебя внутри, потому что эту фразу кто-то другой создал, и под другим, скажем так, под другой энергией, под другим настроением, под другой уверенностью. И вот завершая вопрос про религиозность, даже в религии все зависит от вашего фокуса. Если вы скажете, что это испытание, и вопрос, как вы относитесь к испытаниям, это испытание вам в наказание за что-то, либо это испытание, чтобы вы стали лучше, тут все зависит от слов, все зависит от формулировок. Маша, отдыхаешь? Да, я это слушаю. Ага. Так, как объяснить то, что мои мысли плохие сбываются? Я боюсь болезней, и в итоге сейчас их испытываю. Про это уже написано очень много книг, а во-вторых, начните думать хорошие мысли, пускай ваши мысли хорошие начнут сбываться. И тогда вы себя разубедите вот в этом убеждении, что ваши мысли плохие сбываются. Потому что если ваши мысли плохие сбываются, то и хорошие, по идее, должны сбываться. А если вы начнете думать только хорошие мысли, и они начнут сбываться, значит, ваши плохие мысли, они не сбывались, а просто у вас было много совпадений. Я вот так вот это объясню. Так. Но, наверное, те, которые были давно, вопросы, я ответил. А сейчас посмотрим, что у нас есть из свежего. Грубо. Давайте ответим на то, как быть, что такое я люблю, тебя понимают единицы, где искать родные души. Так вот, по сути, я это объясняю очень просто. Когда ты увлечен собой, ты по-любому харизматичен. Когда ты занимаешься своим делом, когда ты развиваешься как специалист в чем угодно, ты можешь развиваться, не знаю, как продавец в супермаркете, но делай это с интересом. Делай это с пониманием, для чего ты это делаешь. Ты можешь быть даже уборщиком или уборщицей, но делать это виртуозно и харизматично. Вот у меня, кстати, есть на районе тут уборщица, ну, молодая достаточно женщина, ну, как, лет 45, но она прекрасно выглядит. Да, она с метлой вот ходит, двор и метет, но она прекрасно выглядит. И я, блин, на нее смотрю, я говорю, я не могу к ней не подойти. И видно, что человек почему-то решил эту профессию выбрать. И там видно, что, ну, наверняка у нее и образование есть, и есть, и где жить. Мне кажется, ей просто в прикол наводить чистоту. Ну, бывают такие люди. И, ну, невозможно не подойти к такому человеку. И если вы будете делать себя лучше, от этого выиграют все. И тогда вами будут заинтересовываться нормальные люди. вы не будете бегать со своими дырками и искать, кому присосаться. Потому что вместо того, чтобы, когда вы свои дыры не залечили, низкую самооценку, травмы, которые нанесли родители, там, вот про это все уже надо, ну, как бы прекращать. Надо брать себе ответственность на себя. Что вот я сейчас могу быть таким человеком, которым я хочу быть. И начинать быть этим человеком. И никто, кроме вас, не сможет за вас это сделать. Вот это решение, вот эту ответственность взять никто вместо вас не сможет. То есть меняться придется самостоятельно. С чьей-то помощью? С помощью книг, видео, к психологу пойдете, к кому-то еще пойдете, к Маше пойдете просто поговорить. Неважно. Но важно, что придется делать. Да, это грубо. Да, это разбивает розовые очки. Но вот, когда розовые очки разбиты, тогда мы начинаем видеть реальную жизнь и все начинает получаться. Поэтому, как искать родные души, их искать не надо. Они сами найдутся, если вы увлечены собой. Да, понятно, что это не значит, что там нужно спрятаться в подвале и, не знаю, если вы увлечены, там, не знаю, строганием буратины из бревна, вас кто-то там заметит. Ну, вряд ли там кто-то заметит. Но, в принципе, развивайтесь собой, зарабатывайте деньги. И можно даже тут этот вопрос спрашивать. Какой? Машу поделали губы. Я коротко отвечу, да, делала. Ну, конечно, делала. А что тут такого? Я вообще ничего не знаю. Зайдите ко мне в профиль, там есть целый хайлайт про губы. Можно все посмотреть, как все это выглядит. А если брату и сестре по 40 неженатые и у них ничего не получается и у меня тоже и я боюсь, что меня ждет то же самое. Как это называется и как это прервать? Реально ничего не получается. А я вам, знаете, так скажу. А вам хочется в это верить и вы рассказываете нам сейчас эти истории. А может, не нужно ни к чему стремиться и нужно просто продолжать верить в то, что у вас ничего не получается. Давайте мы представим, что вы нас убедили в этом. Вот вы нам сейчас рассказываете, что у вас ничего не получается и мы в это поверили. И побудьте с этим. Посмотрим, возможно, в вашей жизни что-то изменится. Хорошо. Ну все. На все вопросы ответили. Да. Маша, ну что? Дальше, что я хотела еще сказать. Нам когда написали, что типа откликается про любовь, на то, что много вопросов про отношения, что откликается под любовь, но это жестко. И слушайте, это ведь не про то, что не нужно принимать ухаживания или всех куда-то посылать. Нет, но когда вы, вот как под Юр классно это тоже описывает, что когда у вас есть дыры, вы цепляетесь за первого попавшегося человека. Допустим, вот история там, вам цветы прислали и человеком потом пишет, ну что там, типа приезжай ко мне с ночевкой, давай. А ты как бы внутри чувствуешь, что тебе это вообще вообще не упало. Их там, поехали со мной на машине кататься, давай там, типа я заеду, а это вообще в противовес твоих интересов, твоей там, ну жизненной позиции, ценности. И очень большое количество девушек соглашаются, лишь бы было, потому что нужно закрыть вот это вот. Вот у вас это просто само отпадет, когда вы вот такой станете. И вот эти все мысли о том, что плохие события случаются, а у брата, у сестры, да будет вообще все равно у кого, что у вас-то, что вы где. Потому что будете думать, вот классная фраза, здоровая фраза, я хочу для себя. Не я хочу, чтобы там кто-то, чтобы он, чтобы они. Я хочу для себя. Вот вы чего хотите для себя? И тогда у вас вот этих вопросов, тогда их будет, ну, точно кратно меньше. Да, здесь просто такое ощущение, знаете, что человек просто сидит, наблюдает за другими, но с собой ничего не делает. И часто такое происходит, потому что у себя, у себя в своей жизни такой бардак, что проще наблюдать за другими. А чтобы с бардаком разобраться, нужно просто потихонечку начать с ним разбираться. В году 365 дней. Если один день, каждый день читать одну книгу, одну книгу, одну страницу книги, то за год можно 365 страниц прочитать. Если я где-то делал расчет, что там, если худеть в день на, по-моему, 50 грамм, то за год можно, по-моему, на 15 килограмм похудеть. Это тоже очень. Неплохо. 50 грамм в сутки сбрасывать вообще легко. И не надо там сильно себя ограничивать. А за год ты теряешь 15 килограмм и уже прям... Ну и много такого можно чего делать. И главное начинать. Главное начинать. Так. Ну что, Маш, давай будем заканчивать, наверное. Давай. У нас такой эфир полтора часа пролетел как будто полтора минуты. Да. Ну потому что очень много и живо, знаешь, спасибо тебе за то, что ты рассказал вот эти все ситуации с бывшим мужем, и с делением имущества, и с тем, какая ты пришла, и как ты думала, как ты перекладывала ответственность на всех. Ну на самом деле это же очень ценно, потому что люди посмотрят и будут понимать, что все возможно вообще, все очень реально. Вот вы сейчас смотрите там на Машу, она такая прям ну просто просто конфета, да? Вы посмотрите, какая у нее на странице есть. Я прям, я сегодня вообще вскочу, знаешь, была такая фотка, где ты сегодня, потом фотка вырезанная с сессией, и для меня вообще не ждан третья фотка, где ты там вообще вот такая вот. Я такой прям ни хера себе, типа, вот этого я вообще не ожидал, что было еще и так. И да все бывают в разных ситуациях. Самое главное, ну на самом деле хотеть выбраться из этого. Вот так. Большое всем спасибо, друзья. Эфир сохраню и еще возможно на YouTube его тоже выложу, если у меня получится. Ну я думаю, что все получится. Маша, спасибо тебе большое, обнимаю тебя. И будем на связи. И я думаю, что мы еще и повторим как-нибудь. Давай. Давай. Все, все. Вот давай сейчас, пока не закончился эфир. Пишите, когда будете смотреть в записи, пишите в комментариях под этим эфиром, что вы важного вынесли, что вы ценного вынесли. Пишите, мы это с Машей обязательно будем читать. Пишите, нужны ли вам еще совместные эфиры. Просите, уточняйте какие-то вопросы, чтобы эфир был максимально приближенный к реальности, а не просто то, о чем нам хочется поговорить с Машей. И мы обязательно сделаем еще. Я? Да, все. Я тоже. Все, всем пока, всех обнимаем, все пишите вопросы, если будут. Кому страшно писать в комментах, пишите в личку. Все. Давай, рад тебя было очень видеть. Все, пока-пока. Существует. Спасибо. Все. Спасибо.